Друзья, в эти тяжелые для половины мира времена мы продолжаем говорить о духовных законах войны и пытаемся посмотреть на войну как на явление сверху. И читаем книгу святого Николая Севского, которая называется «Война и Библия», в которой он на примере израильского народа рассказывает, объясняет и поясняет нам, какие же есть принципы, божественные принципы, которые действуют в этом мире в случае войны. Почему война начинается, мы говорили в прошлый раз. А сегодня святой Николай расскажет о том, какие две вещи заставляют проигрывать, проигрывать сражения, если эти вещи совершились, даже если твой отряд, твоя подразделение воинское, оно сильнее, сильнее, чем отряд противника. Ты все равно проиграешь, если будешь делать вот эти две важные вещи. Эти вещи относятся не только к тем, кто там где-то на фронте, на передовой сражается, эти вещи относятся ко всему народу, и очень важно всем тем людям, которые находятся посреди народа, которые в тылу, которые мирные жители, тоже эти вещи соблюдать. Что это за вещи? Слушайте прямо сейчас. Разврат на войне приносит несчастье Теперь, генерал, будьте добры послушать, что написано в другом месте Библии, когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого. Оберегать себя от всякой злой вещи на войне, особенно от прелюбодеяния, представляет собой основное правило военной морали неиспорченных балканских крестьян. Что несет с собой исполнение, а что неисполнение этой заповеди, лучше всего показывает история израильского народа. Недостойный военачальник не побеждает, недостойный солдат гибнет без славы. «Война моя», — говорит Господь. Когда Творец неба и земли, Господь Саваоф имеет свои замыслы по отношению к данному народу, то никто на свете не может помешать их исполнению, кроме самого народа. В отношении израильского народа замысел Господень был в том, чтобы среди всех народов сделать его светилом своим, поверив в него, единого, живого, истинного. Поэтому Господь и освободил Израиль от египетского рабства и привел его в Ханаан, в обетованную землю Авраама, Исаака и Иакова. С помощью Божией Израиль прошел бы этот путь быстро и легко, если бы сам себе не ставил препятствий в пути. Ни фараон, ни Красное море, ни Амалик, ни все цари и народы языческие, живущие между Египтом и Иерусалимом, не были бы в состоянии задержать шествие народа, ведомого Богом, или точнее носимого духом его всемогущим. Но грехи самого Израиля, страшные грехи против Бога, невидимого вождя его, задерживали, останавливали, возвращали, заводили на распутье и вергали народ в смертельные опасности. При малейших неудачах, допускаемых Богом ради испытания веры народа, народ этот как безумный роптал против Господа Бога, за что навлекал на себя страдания от болезней, мучения от змей, поражения от врагов и безысходные блуждания по пустыне в течение сорока лет. Но как только народ каялся, то отрезленный и очищенный от грехов, опять легко шел вперед, преодолевая без труда все препятствия и побеждая без потерь своих врагов. После двух блестящих побед, одержанных покаявшимся и очищенным израильским народом над языческими царями, страх объял все соседние народы. Особенно же испугались мавитяне и мадянитяне. Когда Моисей с народом своим подошел к их границам, то они страхи говорили друг другу, «Этот соном поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую». Но избранный народ опять стал чинить себе препятствия на пути и начал народ блудодействовать с дочерьми Муава. Когда народ стал прелюбодействовать, то забыл и о Боге Едином и Живом, забыл о предназначении своем и остановился в пустыне. Прелюбодействуя телесно с женщинами маавскими, израильтяне грешили и духовным прелюбодеянием, то есть тем прелюбодеянием, которое громогласно изобличало всеми пророками, сыновьях и дочерях избранного народа. Это духовное прелюбодеяние, заблуждение и помрачение ума, плод прелюбодеяния телесного, и еще страшнее его, состояло в отпадении от Единого Живого Бога и поклонении языческим идолам. Сердце народа прилепилось к бездушным идолам моавитян, дочери моавские толкали израильтян на телесное и духовное прелюбодеяние, а израильтяне шли к ним и поклонялись идолам их, принося этим идолам жертвы. И вместо того, чтобы израильский народ начал войну с моавитянами, моавитяне стали враждовать с ним. Они враждебно поступали с вами в коварстве своем, прелестив вас. По закону греха весь народ Божий должен был быть побежден и истреблен ради измены Богу своему. Но и на этот раз спасла его, милость Божия, смягчившая закон греха, а спасла его только ради праведной ревности Моисея и Финиеса. Финиес, внук Аарона, огорченный беззаконием народов, ворвался в палатку одного израильтянина, приведшего к себе женщину, медианитянку, и обоих их пронзил копьем. А Моисей приказал повесить всех князей народных своим беспутством и развратом, дававших пример народу. Израиль испугался и покаялся в грехах своих, и только тогда мог, вспомнивший Бога народ, двинуться вперед после долгой остановки в пути. Пойдя войной на врагов своих, он смог покорить их, завладев их городами и всею землей. Из всего этого ясно, что номер один, наряду с прелюбодеянием телесным следует и прелюбодеяние духовное, то есть отпадение от истинного Бога, отрицание Бога и поклонение ложным Богам. Номер два, и то, и другое прелюбодеяние приносит на войне несчастье. Грабеж на войне приводит к поражению. После того, как без труда и потери Иисус Новин овладел укрепленным городом Иерихоном, войска его потерпели поражение перед неукрепленным аморийским городком Гаем. Правда, Иисус послал всего 3000 человек для покорения Гая, но это количество солдат и по самому точному человеческому расчету было вполне достаточным, так как в Гае было мало солдат. Случилось же нечто неожиданное. Лишь только войско Новина приблизилось к Гаю, как сразу же обратилось в бегство. Причина этого бегства внешне совершенно необъяснима. Жители Гая вышли из своего городка и, погнав израильтян, убили 36 человек, что произвело большую панику среди остальных, и все войско Новина бросилось бежать. Ободренные жития Гая преследовали израильтян и, догнав их около какой-то горы, разбили их на голову. Это внезапное поражение внесло страх и трепет в остальное войско Израиля и ослабело сердце народа и стало как вода. А военачальник Израиля Иисус Новин пал лицом на землю перед Ковчегом Завета, святыней, перед которой обычно молился Богу и стал сетовать, прося Бога открыть ему причину этого поразительного случая. До вечера сетуя лежал он так, и открылось ему Богом, что причиной несчастья был грабеж. Бог сказал ему, «Согрешил Израиль, и приступили они завет мой, который я заповедал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами». Услышав это, Иисус Новин стал искать грабителя, виновника народного несчастья, и нашел его в лице некоего Ахана, сына Хармия из колена Иудова. Ахан признался, что увидел в Иерихоне какой-то плащ, двести сиклей серебра и слиток золота, и, соблазнившись, взял все это себе и закопал в землю перед своим шатром. Тогда Иисус сказал ему, «За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в этот день». Ахан был жестоко наказан, его побили камнями вместе с семьей, скотом и имуществом, краденым и некраденым. После такого кровавого очищения греха в своем войске Иисус Новин вновь пошел на Гай и овладел им без усилий. Эта война ясно насучит, что народ с божественной миссией, желающий либо наказать, либо исправить другой народ, не смеет ни в одной заповеди приступить закон Божий. Ни войска, ни вождь, ни даже самый обыкновенный солдат не смеет приступить закон Божий. Если только один солдат войска совершит кражу, займется мародерством, прелюбодеянием или осквернением святыни, или совершит какой-либо другой грех против Божьего закона, то и этим он создает препятствие к военной удаче всей армии. Чем выше по чину воин, тем большим препятствием будет его грех. Грех военачальника против Бога и Божьего закона равносилен измене и сдаче неприятелю. На войне возмездие за всякий грех следует быстрее, чем в мирное время. Этого никогда не надо терять из виду. Война – это быстрая Божья расплата за долго длящиеся дела человеческие в мирное время. Мы сожалеем и горюем, что какой-то отряд случайно попал в просаг и погиб. Но нет случайности на войне. Или же мы жалеем офицера, погибшего от шальной пули, залетевшей в его палатку. Нет и никогда не было шальных пуль. Каждая пуля попадает туда, куда надо. На войне нет слепых случайностей, генерал. Крестьянские народы наших Балкан всегда знали, что на войне солдат должен быть чист от греха и духом прям, должен со страхом стоять, как свеча перед Богом. Это они знают и теперь. И этим знанием руководятся на войне, поскольку они духовно не развращены теми, кто ничего не знает и ни о чем не думая говорит о войне. Количество же этих последних на Западе очень велико. Они потеряли всякое понятие о тонких духовных и моральных влияниях, имеющих на войне решающее значение. Решающую роль на войне приписывают они машинам, живым и мертвым, то есть солдату, как живому материалу и военным орудием. Все это вместе, без различия, они называют одним словом материал. Материалисты во всем они материалисты и в оценке войны. Их философы войны признают лишь материал и технику. Поэтому их оценка войны ничтожна, поэтому все их предвидения и предсказывания, касающиеся последних войн, живыми свидетелями, коих являемся мы, все без исключения были опровергнуты исходом этих войн. Их основная ошибка, неразделяемая балканским крестьянином, заключается в том, что в борьбе двух армий они видят только эти две армии и не видят третьего, решающего, всевидящего, о котором неиспорченные крестьянские народы на Балканах думают больше, чем о воюющих сторонах. Это и есть библейское отношение к войне. Из этого ясно, что номер один Господу Саваофу отвратительны грабители на войне. И номер два грабеж отдельных людей препятствует удачному исходу войны.